Проводят проверку после ЧП в Ленинском районе Саратова, когда ребенок провалился в шахту теплотрассы и получил сильные ожоги кипятком. Руководство филиала ПАО Т-Плюс инициировало проверку этих самых шахт, теплотрасс, колодцев и других объектов предприятия. Какие меры предпринимают в компании для повышения безопасности населения и помогут ли они в будущем? В теме разбирался Станислав Жижин. Ну и пока вот так сейчас сделаем. Спасатели, а не коммунальщики, ограждают лентой место, где был обнаружен пострадавший мальчик. Десятилетний Женя Дмитриев гулял со своим другом во дворе дома на улице Тулайково. По случайности ребенок оказался в шахте, наполненной мусором и кипятком. На крики о помощи подоспели соседи. Одни вызвали спасателей, другие помогали ребенку выбраться из горячей ловушки. Выскочил и смотрю мальчишка там, эту решетку открыл. Это хорошо, ну, в себе пара. Хорошо хватило, как говорится. Дотянулся за руку его. Решетка, сваренная из арматуры, по мнению коммунальщиков, должна была оградить местных жителей от падения в шахту. Но десятилетний мальчик легко проскользнул между небрежно сваренных ячеек и оказался в ловушке. Пострадавшего ребенка достали и отвезли в больницу. Его состояние врачи расценивают как тяжелое из-за многочисленных ожогов тела. Спустя несколько дней злочастное место облагородили. Вместо решетки теперь бетонная плита, железная дверь и замок. Специалисты тепловой компании сделали бы это и раньше, но уверяют, что просто не успели. Было передано много коммуникаций. И сейчас, в данный момент, мы проводим плановые объезды, осмотры, коммуникации подземных сооружений. И проводим реконструкцию. А это участок тепломагистрали в самом центре, на перекрестке двух оживленных улиц Радищева и Кутикова. Апрессовка показала, что трубу необходимо ремонтировать. Чтобы добраться до коммуникации, рабочие вскрыли дорожное покрытие. Участок огородили. Мы применили временное ограждение, наливные барьеры и сигнальные ленты, для того, чтобы обеспечить безопасность движения и обеспечить безопасность третьих лиц. Вес одного такого барьера в среднем около 15 килограммов. Пешеходов и аккуратных автомобилистов он еще, может быть, остановит. В темное же время суток водители могут легко угодить в котлован, не заметив ограждения. Ведь часто даже тяжелые бетонные блоки мало кого могут спасти от трагедии. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Роман Шельдяев, Саратов, 24.